Всем привет, с вами Сергей, а это Mi Pad 4. Выкину все карт на стол и скажу сразу, аппарат мне понравился и я рекомендую его к покупке. Однако, как и всегда, без нюансов не обошлось. Это канал BigGeek, поехали! Начнем издалека, а именно с изменения в дизайне. Несмотря на довольно схожие очертания, впервые со времен существования этой линейки мы получили значимый редизайн. Во-первых, изменилось соотношение сторон с 4 к 3 на 16 к 10. Уж не знаю, связано это с тем, что панели от iPad mini уже сложнее найти, или это просто такое следование тренду на вытягивание дисплея. В любом случае, увеличилась и полезная площадь экрана по отношению ко всей лицевой поверхности. В итоге, помимо неплохого современного внешнего вида, улучшилось и удобство использования планшетом, так как в книжной ориентации его теперь стало реально крепко держать одной рукой. Ну а в альбомной особо ничего не изменилось, хотя за счет того, что боковые рамки стали чуть меньше, вероятность ловить случайное нажатие все же немножко увеличилась. Из других изменений теперь у нас выступает камера. Это не особо влияет на то, как планшет лежит на столе, но все же зачем? Качество снимков тут хорошее, но не запредельное, то есть не получится продать это супермодулем, требуемым прям лучшей оптики. С другой стороны, многие все равно оснасят гаджет каким-нибудь кейсом, который нивелирует этот момент. Увы, оба динамика располагаются на одной стороне. И смотря на то, что их два, они неплохо звучат, имеют хороший запас громкости, выходит как-то не очень, ведь при просмотре видео звук будет идти сбоку. Да и прикрыть один из выходов рукой задача нетривиальная. Возвращаясь к экрану, тут нас ждет небольшое ухудшение в сравнении с прошлыми версиями. Разрешение стало чуть меньше, но если честно, это вообще не проблема, так как все выглядит по-прежнему четко. Текущей IPS-матрицы не хватает полноценных углов обзора, так как яркая и насыщенная картинка выглядит только при прямом просмотре. Опять же, ничего критичного, и в целом по рынку это хорошее решение. Текущий формат в сравнении со старым лучше подходит для просмотра видео. Хотя от лишних полос можно избавиться только при просмотре со сторонних плееров, в то время как YouTube, так легко сделавший возможность обрезки под 18.9, почему-то не хочет признавать куда как более старый формат, который в планшетах на Android существует с момента их появления. Конечно, недостатки, что я описывал выше, это всего лишь легкие придирки, особо не влияющие на общее ощущение от планшета. Чёрт, а мне даже не получится поругать его за отсутствие USB Type-C и 5 ГГц Wi-Fi сетей, ибо тут это есть. Существенным недостатком можно считать разве что отсутствие сканера отпечатков пальцев. Всё же этот элемент настолько хорошо вошёл в привычный обиход, что без него даже немного некомфортно. Прогени, прогени! Да и это тоже не кажется мне уж настолько серьёзным. Однако, сканер есть в 10-дюймовой версии и получается какое-то неправильное разделение. Что ещё есть в планшете в плане вселенской несправедливости? Ну, GPS только для версии с сим-картой. Хочешь получить хороший быстрый навигатор в машину, увы, тут сэкономить не получится. Говоря об отличиях в версиях, как 8, так и 10-дюймовая модель идут в чёрном и розовом вариантах. И помимо сканера отличаются только в памяти и объёме аккумулятора. Восьмёрка идёт в вариации 3.32 и 4.64 оперативной и постоянной памяти соответственно. В то время как 10-дюймовая модель, которая называется Plus, поставляется в вариантах 4.64 и 4.28. Последний доступен только для LTE-версии. Оба варианта также можно расширить карточками памяти до 256 гигабайт. Давайте перейдём к самому соку, к внутренней начинке. Планшеты от Xiaomi каждый год меняют производителя процессора. В первой модификации был NVIDIA, во второй Intel, в третий Mediatek и вот, наконец, мы дошли до варианта с использованием Snapdragon. При этом это не какой-нибудь 625, а именно 660. То есть с производительностью вообще нет проблем, и планшет спокойно съедает не только простой мультимедиа-контент, но и игры, выдавая большую частоту кадров в любом дателе при длительном использовании. У нас версия на 3.32 и хватает их с лихвой. Так что если вы не сильно помешаны на том, чтобы хранить все игры и фильмы на устройстве, раскошеливаться на версию 4.64 не вижу особого смысла. Не огорчили и с автономностью. Ну как сказать не огорчили. С одной стороны, объем уменьшился с 6600 до 6000 мАч. С другой, это не особо заметно. Планшет спокойно вывозит более 8 часов просмотра онлайн-видео при высокой яркости. Нужно ли больше при обычном использовании? Если да, то опять же смотреть в сторону плюс-версии с ее 8620 мАч. Последний важный аспект любого устройства – это его программная составляющая. Что, вы ждете каких-то сюрпризов? Конечно же здесь стоит MIUI. Мое отношение к данной оболочке находится между «горе, оно ярким пламенем» и «ну вот это вот нормально сделали». Главная проблема в нашем случае – это просто слегка увеличенная версия для смартфонов, и это было бы прекрасным поводом мне поныть про недостатки, если бы это был разговор про иное устройство. Тут же все важные аспекты для планшета, кроме предназначения я вижу прикроватное поглощение контента, реализованы, если не хорошо, так как минимум неплохо, а раздражающие не несут негатива, как это было бы в случае со смартфоном. Наличие таких возможностей, как разделение экрана на два приложения и возможность вывода видеопотока в отдельное маленькое окошко делает работу с гаджетом просто приятной. А вот отдельный режим работы с жестами, который на мой взгляд реализован в MIUI очень даже удачно, это то, за что я люблю работать с устройством. Так как если в смартфонах попадание по клавишам управления еще не столь проблематично, то вот в планшетах это чуть ли не основная проблема взаимодействия. Конечно, тут все не так идеально, немного глюков, тормознутость анимации, но пф, это все же Xiaomi. Разумеется, есть моменты критиковать, за которые оболочку не получится, так как некоторые проблемы, например, странный формат разделения экрана на два приложения, и, собственно, отображение приложений в них, это скорее недостатки голого андроида. На момент написания обзора, увы, ни одной глобальной прошивки для планшета не было, так что у нас аппарат на какой-то кастомке, что печально. Соответственно, и какие-то глюки в производительности также можно списать и не на самый корректный билд. Ну а раз уже кто-то подшаманил с девайсом, то почему бы и нам это не продолжить? Дело в том, что 660 Snapdragon поддерживает Project Travel, а это означает, что поставить чистые свеженькие Android Pie с минимальным количеством глюков можно уже сейчас. Чем я и займусь, а скорость выхода ролика будет зависеть от ваших комментариев и лайков, так что вы знаете, что делать. Подводя итоги, хочется вспомнить ситуацию с Xiaomi за последнее время. Компания выпускает просто неимоверное количество смартфонов, попросту забрасывая в плане поддержки свои не такие уж и старые аппараты. Например, Mi Max 2 у меня на глобальной бете до сих пор не получил Android 8, а первые билды 10 и MIUI, мягко говоря, попахивали альфами, которые, казалось бы, вообще никто не тестировал. Уверен, эта проблема не обойдет стороной и Mi Pad 4. Правда, так вышло, что все важные особенности для планшетов уже сделаны и не нуждаются в серьезных изменениях. А с учетом того, что за эти деньги вы не найдете устройство даже близко с такой производительностью, Mi Pad 4 определенно достоин вашего внимания в качестве домашнего планшета. Ну а где купить его, вы, конечно, уже знаете, ссылочка будет в описании. С вами был канал BigGeek, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok